Мы едем прямо. Разгоняйся, притопи. Нормально, блядь, разгоняйся. Шо ты, блядь. Тяга нормальная? Разворачивать? Так мы можем здесь разворачивать. Чем покровать? Ну что, Анатольевич, покровано. Там дети гуляют. Там мужиков по-другому надо. Паша, блядь, ёбанавруха. Ты шо, Паша? Нахуясь я тебя вдебал. Ты шо, блядь, сука, ебанулся. Так, шо, блядь. Я не понял, ты, блядь, пойди. Ты шо, блядь, охуел. Я тебе, блядь, сейчас тебе вызову. Ты шо, вообще охуел? Шо, сука, перепил? А? Пытлов, блядь, сука, блядь. А? Тварина, блядь. Ты хуял себе? Шо, блядь, сука, блядь. Ты шо, блядь, вообще охуел? Я тебе говорю. Смотри, убери. Убери руки, блядь. Можно? На минуту. Забери, забери, убери бабу. Бабу убрали. Можно? На минуту. Уберите бабу, блядь. Очень рада личной встрече. Меня зовут Игорь. Привет. Я тут живу, слышали? Подержу. А где водитель? Вот пострадавшая водитель, он там сидит в машине. Вот тут еще, вот, как говорят сотрудники. Вот еще, человек говорит, что избил, сидел в машине. Что его избили. Теперь, вот куча свидетелей. Сыпаться вместе с машины. А есть драйвер, чтобы продуть водителя, пока не уехал? Пока здесь находятся представители общественности. Ну, как бы, позвонили, люди хотят, чтобы на месте при людях освидетельствовали водителя, чтобы он не избежал ответственности. Есть. Спасибо. Они тут пересаживались. Пересаживались? Да. Прыгали. Вот который сел, он говорит, что он за рулем был. Прыгали, ключи у них сейчас пропали, документы. Так, это город Херсон. Это, получается, круг... Ричпорт. Ричпорт, Одесская площадь. Да. Остановка общественного транспорта. Номера. Каждый вечер у нас дрифтуют ребята. Сколько раз вызывали ГАИ. Закончилось. Кто-то представлялся из них? Ну вот. Сказали даже милиционеры, что это бывшие сотрудники. Не при исполнении. Не знаю. Сейчас они уже хотят писать заявление о пропаже документов, о том, что их избили. Ага. На самом деле вот женщина сидела, которая возле скорости, здесь на лавочке. Ага. Вон там ребята вот стоят четыре. Они выбежали сразу. То есть здесь были люди в момент ДТП, на этой остановке были люди? Да, были люди. Все было. Наряд приехал минут через двадцать. Просто вызову. А кто был на остановке, где девушка? Ну вот женщина. А вы были в момент ДТП на остановке? У меня сбили колено, блин. Я рвала, блин, у меня голову все это отлетело. Конечно. А мужчина этот? А мужчина это тот, который был в машине. За рулем который был? Нет. Сзади. Сзади сидел, а за рулем который был? А это пассажир, который был в машине, да? Да. Ага. сидел за рулем ой как все серьезно то есть на данный момент нужно отобрать показания людей которые покажут что действительно сидел за рулем чтобы он не сбежал ответственности чтобы не получилось так вот мы сидели отлично всех всех на все отлично себя чувствуете как так получилось что вы въехали в остановку вы не въезжали остановка сама въехала вот люди показывают говорят то что вы сидели за транспортным за рулем транспортным средством я уже посмотреть транспортное средство ехала какая результат и что я не вижу вы не въезжали а как так получилось кто-то что пассажиром были в этом машине я понял а вы еще не проходили освидетельствование на драме ну вы будете отказываться или пройдете пройдете все по плану все нормально а это кто ниже да а это наверно один из людей который находился на остановке дает ну наверно но раз его опрашивают супермоники и милиции наверно он дает показания тут же наверно люди на остановку не видели да никого не так не было никого а не было никого не забывайте они еще пытались уехать они пытались уехать отсюда выехать пытались да а она наверно не выезжала да выезжали люди это не дали вы закрывали да чтобы они не уехали не дали или дали колесо лоб было а потом выехали ну я вам скажу это очень резонансное дело потому что обстановка общественного транспортного ну смотрите что вы видели что я скажу ребят на данный момент самое главное сейчас вы же видели что вы что вы человеку забрелен чтобы его сейчас при вас нет освидетельствование все это самое главное мы увидим показания прибора драгер и даже если его увезут в больницу и даже какие то у него серьезные отношения есть с сотрудниками милиции то он все равно не удержит ответственности потому что при присутствии многих людей мы увидим показания прибора и все и этого достаточно можно пять свидетелей сразу на Розе на Розе Виксембург если у него есть какие то травмы так бежать не может с травмом ну его и так освидетельствуют и там и там я тебе за что я варю что если у него травма я керь мог бить ты так я керь лань он выскочивает это нормально это же нормально ну конечно ну конечно вот вот остановка то есть если бы если я не знаю если бы здесь людей бы поубивало здесь как чудом женщина рассказывает она чудом избежала смерти а тут движение сидело вовремя отскочилось тут сидели несколько людей они вовремя просто несколько тут движение сидело на всех лавочках а в машине еще кто-то находится милиционер видимо что-то еще документы пропали полосатый который только что стоял да? они говорят что у них украли документы хотя они их сами спинули а я вот с гуля вытягиваю ключи а он случайно уписался наверное наверно от радости слышь друг вылазь что ты хавается тихо 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 не выключите все нормально главное понятно что это не нормально но уже все идет своим чередом и ответственности я думаю никто не избежит они будут наказаны по словам вы сидели прямо вот так на остановке? да вон колено чесанное машиной я тебе говорю вы деле успели отскочить да мы не отскочили мы упали упали? конечно а кто кроме вас еще сидел? вот со мной молодой человек сидел мы сидели разговаривали это две секунды дело мгновенно да? он по кругу и сюда влетает он просто влетел ударился об колено это так просто быстро что-то отлетело сюда что-то в голову засверкали искры и я встаю и начинаю его просто ничего себе а где а где а где вот человек со мной рядом да 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 явный запад в коголе я у меня запад в коголе это одно его бы на драгер проверить чтобы уже люди увидели показания здесь есть сотрудники у вас натоинспекции они же вправе да 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 я понял вы как врач просто так все видели флешечка отсюда да флешечка у нас на 32 гигабайта мы ее пришьем к делу мы с этой флешки снимем информацию и нам четко будет видно что что ехал как куда въезжал вас что-то возмущает? ну лучше чтобы следователя не изъял давайте мы дождемся следователя ничего не переживайте давайте давайте общественность будет езжать как поступать давайте вы чуть не убили людей да давайте не 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 как цепи на теле нормально ну работа да я же вижу что это не бедная не бедной не бед стоят я смотрю не бедная работа ну вас тоже как бы смотрите работа убивать людей не слишком хорошая делайте будете упúстять подбультата это не почему водитель А откуда такая информация? Потому что он показал свою корочку, когда... Он показал удостоверение? Да, он показал удостоверение, когда его взяли сразу. Сразу в милиции, в Державную госинспекцию он достал свою корочку. Это лично было... Как только подъехали сотрудники МСП, он им сразу предъявил удостоверение? Да, я его ударила за это по морге. Еще он и сотрудник. Правильно делала, еще не один раз она была. Хорошо. Это просто их надо расстреливать. Ублюдки пьяные, понапеваются, покупают свои удостоверения. Еще позори. Я могу помочиться еще. Куда вы можете помочиться? Куда хотите? Я не хочу, чтобы вы помочились. Вы же предложили помочиться? Я не хочу, чтобы помочиться. А ваш парень пишет. Ну, нам пусть пишет, нормально. А куда вы хотели помочиться? Ну, вы такое мне говорите. Не, ну вы же сказали, я хочу помочиться. Я же вам ничего сказал. Он ходит за мной. Ходит за мной. Это что? Нормально видно. Вот так лучше ли? А вас уже опубликовали. Денис. Ну, вы скажете, сейчас это ваша работа, да? Ну, да, да. А разве это не моя работа? А то пиаритесь по полной паре. Ну, мне позвонили люди, пригласили меня сюда, я приехал. Парень, ваш родственник? Нет. Не мой родственник. А с чего вы взяли? Нет, так, по слову. Нет, не мой родственник. Просто позвонил человек, сообщил, что здесь ДТП, я приехал. Вот. Сенсация нашлась. Ну, это очень неприятно, потому что остановка общественного транспорта и въехать в нее люди сидели здесь. Сенсация Херсона. Ну, это резонансное дело, поверьте мне. Конечно. Верю. Судя на браслет. А при чем здесь браслет к резонансному делу? Что вы так защищаете, я на виноват? Ой, тут будет столько всего, как они в ухале за рулем и ехали. Ухай, какой аншлаг. Вот эта песенка. 23 минуты. Красава. Ты мне драйвишься. Ты мне вообще. Я тебя полюбил просто с первого раза. Я тебя расцелую в десна. Жаль, что никто это не пишет. Денис, пиши это. Что я его расцелую в десна. Не смешно. Нет, конечно, не смешно. Людей чуть не поубивали, не смешно. Пацаны, ну вы бухаете, ну машину не берите. Никто не запрещает пить алкоголь. Никто не запрещает, тем более вы взрослые люди, состоявшиеся. Транспортное средство, не дешевое. Ну сидели бы дома, отдыхали или в кафе, такси вызвали. Зачем? Зачем? Ну я же трезвый. Понимаешь. Не совершаю. Не езжу. Алкогольного пьянения нет. Цепь на шее, цепь на руке. На ноге еще есть цепь. Еще ничего не значит. Да нет, ну ничего. Тело, которое украл у меня документы. Тело Деталбижана. Родственник. А у вас нет документов, да? Вы справедливые журналисты? Ну стараюсь быть на. Да. А вот выясните, у этих двух, которые украл у меня черный пакет с рук, вырвался. Вы знаете, по сути выяснять ничего не припыльется, потому что у нас есть информация с вашего администратора флешка полностью. Он просто и... Он меня избил и вырвал у меня документы. Человек... Понятно? Ну я не находился в том, что... А человек и вообще... Это всего лишь ваши показания против их показаний, правильно? У меня нет никаких показаний против чьих-то показаний. Я говорю так, как оно есть. Я вашу позицию выслушал, есть видеокамера, которая фиксирует, это все отобразится. Ну вот пускай она фиксирует. Мы посмотрим, люди оценят эту ситуацию. Будет судебное дело, правильно? Это же ДТП. Будет следовать, кто приедет. Ну вы же сотрудник милиции души, вы знаете. Вы что, не нормальный? Я так предполагаю просто. Ну люди так... Ну так вы не ляпайте своим языком, потому что вам не надо ляпать. Ну извините, может я не прав? Ну да. Конечно вы не правы. Вы очень удивитесь, когда узнаете. Я приношу извинения. Ну вы-то все знаете свое место. Хорошо, я понял, Дмитрий. Можешь подумать, что тут все светы собрались. Ну бля, что отдохни, ребят. Что бы на ты, бля, что-то... Если вы у вас уловка заезжаете, ну на пешеходов вы не стоеданные. А больше газа даете. Ну надо обратись к оператору. Можно пописать? Конечно. При вас? Не, при нас не надо, а можно... Так вы же... Вы же... Снимаете? Женщины не снимаете. Ни в коем случае я не запрещаю. Это ж... Природная нужда. А вы когда врезались, не уписались? Фейс, запрополируйте. А я бы посоветовал вас там на сиденье мокренько. Можно было бы туда же сходить. Комфортно. Привычная сумета. Посоветуй себе при себе держите. Извините, если обидел. Красавец. Здравится? Так виднее. Нет, так наоборот не видно. Я ближе подалю. Я боюсь. Извините. А что ты меня боишься? Не бойся меня, мальчик. Просто вы пописать хотели, я боюсь и на меня. Я писать не хочу. Ну ладно, все, нормально. Нормально, но так... Ну уже ж взрослые люди, ну... Уже ж трюшки протрезвели, можно как-то вести себя. Ну я так думаю, что... Ну просто от вас запах. Я думаю, что... Я понимаю. Полчаса назад... И тебе тоже воняет. Некрасиво, так говорится. Ну как есть. Так некрасиво, говорится. Я... Запах алкоголя, я же не сказал, что от вас воняет. Извините, сказал, как есть. Ну ладно. Поэтому кушать. Поэтому что делать? Кушать? Кушать, да. А если что, кушать, то вонь. То, что есть. Я тебе говорю просто. Кушать, то что есть. Ну я кушаю, то что есть. Да. Поэтому так хорошо живешь, красиво. Выводы у вас интересные. Как-то логика не строится. Логика очень строится. Я не могу построить логику. Кушать. Я пиарю. Замечательность. А в чем пиар? Я приехал зафиксировать, как транспортное средство влетело в остановку, где сидели люди. В чем пиар? Ну скажите, логично, в чем пиар? В чем здесь пиар? Ну не зря же ты так живешь. Нет. Как я живу, это не имеет значения. Причем здесь пиар, как я живу. Я же не спорю. А я что с ним? Да. Я не мельчу человека. По себе. Я же в футболке не хожу. Правильно? В рубашке. Ну, хорошо выглядите. Нормально. Спасибо. Не, ну я серьезно, без шуток, без проказм. Взрослый мужчина, нормально выглядит. Не, не. Вроде рассуждает нормально. Не грубит. Не так чуть-чуть иногда пытается сострить. Но... Хочу сказать, первые мои впечатления. Значит, от данного ДТП я задал сотрудникам госэтоинспекции вопрос, что вам показали удостоверение милиционера. Нет, это был пропуск. Я вам сразу скажу, что все уже в курсе, что за рулем сидел милиционер. То, что если он даже действующий, он этой ночью станет уже не действующим. Не, уже вен все бывший. Вы сами понимаете, все взрослые люди, все понимают прекрасно, что даже в пьяном состоянии сотрудник милиции никогда не будет показывать пропуск. Или вообще неизвестный человек пропуске не будет показывать. Смысл показывания пропуска, да? Человек реально представился милиционером, да? Пропуск он не мог показать. То есть, все прекрасно понимаем. Сотрудников госэтоинспекции, которые были здесь, мы видели, мы их знаем. Их увидят другие люди. Ну, в общем, про адекватность данного события будут судить люди, которые будут смотреть на это все. Факты, факты. У нас есть полностью... У нас есть полностью... А что с остановкой? У нас есть полностью... С остановкой? Ну, что с остановкой? Вот такая будет поврежденная остановка. Пока ее не восстановят. Такому же машину металломикой восстановим? Ну, вы знаете, следуете сейчас. Сейчас приедет эвакуатор, заберет транспортное средство на штрафплощадку, возбуждается уголовное дело по данному факту. А оттуда и на металлоломе остановку сделали. Да, и восстановление цветочек. Поверьте, пока по нашему законодательству это не нам решать. Иди в эту площадку еще. Если бы не вот эта стойка, смотри. Да ты что, эта остановка спасла жизнь. Это просто остановка спасла жизнь. Ребят, смотрите, насколько серьезные стойки в остановке. И вот остановка, вот эта остановка, реально спасла жизнь людям, которые находились здесь. Там вы увидите по видео, как люди с большими глазами вот здесь сидят на краешку. Вот машина в миллиметрах от них остановилась. Вот, креп, это благо тем строителям, которые строили эту остановку, она спасла жизнь реально двум людям, которые сидели здесь на остановке. Иди сюда посмотри. Покажи, как повыворачивало здесь все. Насколько, насколько сильный был удар, а был бы ценаевый диск, то есть, лапер дар. Как разворотило вот автомобиль, смотрите, как. Как вытянуло, она аж под низок, да, стойка, которая закрепленная, она просто удержала, вот, удержала автомобиль от того, чтобы от того, чтобы не убить людей. Как все, оторвало. Вырвало сварку, да. Я понял, наркодиспансер, осведительство, сходят, не будет? Нет, конечно, не будет. То есть, вы отказываетесь пройти тест и отказываетесь ехать в наркодиспансер? Еще раз. Вы отказываетесь пройти. Еще раз. Да. Ой-ой-ой. Ой, извиняюсь. Сюда, Вадимович, можно сюда подойди? Еще раз, не по разному. Все, 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 все. Вы в медучреждение будете ехать со мной? Вы отказываетесь от этого. Отказываетесь. Матер, что это? В принципе, вы слышите, да? Да, мы слышим. А, понятые есть все уже, да? Вы отказываетесь от всего? Нет, нет, нет. Такое, зачем? Вы отказываетесь от всего? Он же никогда машину не водил. Слушай, ну нахуй ты пейти. Тише, 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 тише. Не надо. Ну я ж тебе сваля вытягивал. Пожалуйста, ну не вооружайтесь, не надо. Давайте мы сами разберем. Без матов, без матов. Вы вытянули человека этого за руля, да? Вылез на пассажирскую дверь. За руля. На пассажирскую? Да. Дырку какую-то найти, блядь. О, нет, да. Потихонечку, да. Давай, давай, давай. Угу. Да, 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 она подальше, подальше, подальше от троса. Подальше от троса это безопасно. Как повырвало их, посрезало. Ого, их посрезало. Одну срезало. Вот смотри, одну срезало полностью. Одна вот, одна выдержала. Вот, вот она и спасла. Потому что если бы ее срезало, все, дальше открытый путь. Вот, смотрите, ребят. Насколько спасла вот стойка, которую не срезало. Одну срезало. А, это скамейка, да? А, это же скамейка, да, была, железная. Ого, она тоже, кстати, остановила, я думаю. Вот, смотри, тут обула вся скамейка. А, это же она срезала скамейку здесь, да. Она срезала скамейку полностью. Да-да-да, скамейку срезала полностью здесь. Она перла нормально. Там можно что-то... Нормально у нас есть. Взяли бы с кентами, скинулись бы, остановку отремонтировали. Завтра людям здесь... Он просит человек. Виталик, может, ты поможешь? А что я должен помочь? А кто врезал? Ну, логично, я должен помогать здесь или нет? Логично. Ну, ты же на этом зарабатываешь деньги. На чем? На пьяных дураках, которые в остановку влетают? На сенсациях. А какая логика о том, что я зарабатываю на сенсациях? Или о том, что люди влетели и испортили? Я считаю, что непосредственно вы, как участники этого дорожного транспорта происшествия, должны завтра восстановить ее. Должны восстанавливать. Восстанавливать и остановить. Хотя бы хоть чуть-чуть смягчить вашу участь в этом ДТП. Или, может, я не прав? Прав, конечно. Ребят, в общем, заканчивается эпопея с данным ДТП. Как выяснилось, человек, постриженный коротко, является сотрудником, потому что к нему сотрудники вузской инспекции здравия желали ему. Значит, завтра, скорее всего, весь Херсон и вся Украина увидят этого человека и скажут точно, действительно он ли он сотрудник или не сотрудник. Но то, что есть на том регистраторе... Я не являюсь сотрудником милиции. Ничего страшного. Вы не являетесь, являетесь. Завтра вас люди посмотрят и дадут оценку. Сотрудник, может, вы уже не сотрудника, были не вчера. Может, вас задним числом уволят за данное ДТП. В общем, те видеофакты, которые будут на регистраторе предоставлены на полном объеме, я думаю, что вы сделаете свою оценку данной ситуации и стоит ли привлечь этих людей к трудовым, к грамматским работам, чтобы они пришли вот так вот трое и восстанавливали эту установку здесь. Именно трое, да. Чтобы они здесь бетончик замешали, да, чтобы публичная порка такая была. Чтобы люди посмотрели. В общем, ребята, всем пока. Ситуация уже, я не знаю, дальше нет смысла ее освещать. Я вызвал такси и буду ехать домой. Всем спасибо, пока.